всем привет с вами павел косенко сегодня у нас короткое видео о том как интерпретировать формат или лог то есть как перевести видео снятое на камеру лейка из формата или лог в привычной для просмотра и дальнейшей работы формат рек 709 дело в том что я сам столкнулся с такой задачи когда в мои руки попала камера лейка sl2s вероятно я плохо пользуюсь поиском но даже на ютюбе как ни странно мне не удалось обнаружить ни единого ролика на эту тему попробую восполнить это упущение на самом деле все очень просто компания лейка как производитель камер предоставляет фирменные лут файлы для интерпретации формата или лог скачать их можно с официального сайта лейка но ссылку на эти файлы почему-то в поисковиках найти сложно поэтому я предлагаю ее в описании к этому видео итак переходим по ссылке скачиваем архив с файлами распаковываем его и копируем файлы в соответствующую директорию davinci resolve найти ее можно если кликнуть правой кнопкой мыши на название любой папки с лутами и выбрать reveal in finder windows и linux это будет называться как-то иначе но суть та же теперь переименовываем папку с лутами лейка так чтобы вы могли ее потом найти в общем списке копируем скаченные файлы в корневую директорию латс и обновляем список лутов в davinci для этого еще раз кликаем правой кнопкой мыши на корневой папке и выбираем рефреш теперь нам доступны 4 лута для интерпретации формата или лог два для классического стиля они лежат в поддиректории classic и два для стиля со сниженным контрастом и цветовой насыщенностью они лежат в поддиректории natural соответственно два для интерпретации формата рек 709 и 2 для рек 2020 я работаю с таймлинии формате рек 709 поэтому мне остается выбрать лишь из двух файлов обычно я предпочитаю классический стиль в данном случае я применил интерпретирующий лут в первой ноде остальные две у меня пока выключены и пока не участвуют в обработке собственно интерпретация формата или лог на этом закончена то есть мы сделали технически корректную и точную конвертацию нашего исходника в стандартный формат для дальнейшей работы с ним но процесс цветокоррекции на этом как правило не заканчивается дальше мы можем настроить общую яркость контраст баланс белого и так далее также в отдельной ноде мы можем поработать с масками например в данном случае я решил притемнить воду на переднем плане если вы работаете с плагином для имитации пленки например дехансер то яркость и контраст лучше настраивать непосредственно в нем для этого после применения интерпретирующего лута в первой ноде добавляем ноду с плагином в самый конец структуры и уже в нем выбираем пленочный профиль настраиваем яркость контраст черную белую точку зерно блум холейш на винетку и все остальные параметры все остальные ноды по необходимости добавляем перед ноды с плагином например ноду с масками для воды обратите внимание обычно грейдинг с использованием дехансера позволяет получить изображение значительно интереснее и выразительнее на этом сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и конечно обрабатывайте ваши фото и видео изображения в дехансер до новых встреч